Жители микрорайона Кубриз долго ждали этого события. В канун Дня Славянского района и Дня города после капитального ремонта открыла свои двери поликлиника номер два. На торжественной церемонии побывали и наши корреспонденты. Самое ценное, что есть у человека, это его здоровье. Поэтому очень важно создавать комфортные условия для лечения жителей и работы докторов. Это отметил в своем приветственном слове глава Славянского района Роман Синеговский. Хотел бы вспомнить, с чего все начиналось. Начиналось, наверное, с того, что когда еще я шел на выборы, многие жители обращались с проблемами, что вот есть поликлиника, которая много лет стоит без ремонта. И вот собрали наших предпринимателей, строителей и решили начать строительство, ремонт методом народной стройки. Капитальный ремонт поликлиники начали два года назад. Общая сумма освоенных средств – около 14 миллионов рублей. Установлены новые окна, двери, заменены полы, приведены в порядок стены и потолок, отремонтированы инженерные коммуникации. Благоустроена прилегающая территория. 18 предприятий города и района принимали участие в капитальном ремонте. Основной объем работ был выполнен строительной организацией «Прибой плюс» под руководством Александра Шапаря. Кроме того, значительный вклад внесли организации «Экослав», «Реал», «Национальагра», предприятие «Ростовские окна», индивидуальный предприниматель Юрий Салов. У обновленного здания в этот день собралось немало жителей Южного округа, которые получают медицинскую помощь во второй поликлинике. Все ждали самого главного момента, когда под аплодисменты почетные гости перерезали символичную красную ленту перед входом в здание. После открытия каждый желающий мог войти вовнутрь медицинского учреждения и воочию увидеть результаты труда власти и строителей. Светло-уютные кабинеты и коридоры, новая мебель – все это создает благоприятную атмосферу для лечения и выздоровления. Наконец-то наступило дожданное время, когда наша поликлиника нас встречает не бодрыми стенами, не дырявым потолком, а приветливым крыльцом, светлыми стенами, свекающими окнами, белым паркетом. И все зависит, в каких условиях будут работать наши медики и будут лечиться наши пациенты. Жители с восторгом восприняли радостное событие. Хорошо, красиво, по сравнению с тем, что было раньше, что здесь было развалено, а сейчас все чистенько, светло, конечно, очень хорошо. Радостно даже зайти сюда. Красиво, чисто, светло в поликлинике. Врачи вроде довольны, мы довольны. Вообще нравится, конечно. Очень хорошо, светло стало, чистенько, приятно. В целом, кроме поликлиники в Кубрисе, капремонты в этом году сделаны в старом корпусе поликлиники номер один, нескольких сельских фапах. На очереди – завершение ремонта первого этажа Петровской больницы. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».